Зенит вышел в Лигу Европы. Динамо и Мальмё забили первые голы, а два английских клуба пробились в 1-8 финала Лиги Чемпионов. А сейчас подробнее. Манчестер Юнайтед дважды одолел Вилья Реал в текущем сезоне и взял полноценный реванш за поражение в финале Лиги Европы. Кто не знает, английскую команду вместо Уля Гуннера временно принял бывший игрок Майкл Каррик. Роналду забил 10-й гол после перехода в Манчестер. В итоге испанцы потерпели первое поражение за 4 матча, а МЮ выиграл впервые после двух поражений. Аталанта в конце игры спасла матч с Ян Бойс 3-3. Клуб из Берна последний раз выигрывал 5 матчей назад. У Аталанта сейчас все хорошо. 7 матчей без поражений, 4 ничьи и 3 победы. Таблица. Манчестер Юнайтед набрал 10 очков и стал пятым участником 1-8 финала Лиги Чемпионов. Вилья Реал имеет 7 очков. Аталанта расположилась на третьем месте 6. У Ян Бойс 4, пропущено 11. В последнем туре МЮ попробует взять реванш Уян Бойс, а Аталанта сразится с Вилья Реалом. Перенесемся в следующий квартет. Севилья победила в Вольсбург и сохранила шансы на плей-офф. 2-0. Испанцы не уступают 3 матча подряд. Интересный факт. На своем поле клуб из Андалусии проигрывал только один раз – Лилю. Лиль и Зальцбург сыграли между собой второй раз в истории. В Австрии победу одержали австрийцы 2-1, а во Франции выиграли французы 1-0. Лиль не уступает в четвертой игре подряд. Две победы и две ничьи. Смотрим таблицу интересной группы G. Зальцбург потерял первое место. 7 очков. Лиль вышел на первую строчку 8. У Севильи 6, у Вольсбурга 5. Все решится здесь в последнем туре. Итак, в шестом туре Зальцбург примет Севилью, а Лиль отправится в Вольсбург. Динамо старалась исправиться после крупного поражения в первой игре с Баварией. Имела шансы, но уступила 1-2. Команды встретились 12 раз. У Баварии 7 побед, у Динамо 4. Ливандовский забил в шестой игре к ряду. На счету польского нападающего 10 мячей. Динамо терпит третье поражение за последние 4 игры. Барселона под руководством нового наставника Хаверку. Сергей Карасев из России зафиксировал ничейный результат 0-0. Напомню, в первой игре португальцы сенсационно победили со счетом 3-0. Тем не менее, синие гранатовые не уступают сейчас во всех турнирах на протяжении 5 матчей. Таблица. Бавария выиграла группу 5 побед, 0 поражений, 15 очков. Галы 19-3. Барселона 2-7. Бенфико на третьем месте и сохраняет шансы на плей-офф двух турниров. Динамо еще не побеждало в текущем турнире и останется на четвертом месте. Для Динамо это 18-й групповой этап, который завершился бесславно. 8 декабря Бавария сыграет в центральной игре с Барселоной. Напомню, что в первом круге немцы выиграли 3-0. Бенфико примет Динамо. Челси громит на своем поле Ювентус 4-0. Отмечу, что на официальном сайте UEFA почти 60% посетителей отдавали победу англичанам. За туринцев проголосовали 30%. Последнее поражение Ювентуса датируется 29 сентября. Команда Аллегри уступила впервые за 10 матчей, а у Челси 4 победы. Зенит второй раз в турнирах UEFA встретился с клубом из Швеции. Первая игра с Мальмё завершилась успехом 4-0. Во втором матче Ракицкий на 92-й минуте сделал то, что не сумел Дзюба. Забил пенальти и подарил Питеру Лигу Европы 1-1. У Зенита становятся 3 игры без поражений. Таблица, в которой почти все места распределены. Челси пробился в плей-офф. Команде предстоит борьба за первую строчку. Самый неудачливый клуб Лиги Чемпионов Ювентус имеет 12 очков. Почему я так сказал, смотрите в отдельном выпуске, ссылка будет в конце. Зенит третий. Клуб становится недосягаемым для шведов 4 очка. Мальмё остается на последнем месте и прекращает выступления в Еврокубках. Это был третий групповой этап в истории Мальмё. К сожалению, для поклонников данной команды они вновь занимают 4 место. 8 декабря состоится последний тур Ювентус. Скорее всего, вторым составом сыграет с Мальмё. А Зенит в Петербурге, где пройдет финал Лиги Чемпионов, сыграет с Челси. Заметьте, матчи состоятся в 9 вечера по Москве. На данный момент в плей-офф пробились 6 команд. Ливерпуль, Бавария, Аякс, Ювентус, Манчестер Юнайтед и Челси. У англичан уже 3 клуба. Али Вандовский забил 9 мячей. Али из Аякса имеет 7. Бруно Фернандес автор 6 пасов. У Антонио из Аякса 5. Если хотите узнать, какие клубы из страны чаще проигрывали в финал Лиги Чемпионов, смотрите наш специальный выпуск. Ссылка в правом нижнем углу. Услышимся.